Один раненый, один погибший. Боевики усилили обстрелы в зоне АОС. В результате обстрелов один украинский военный погиб, один получил ранение. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу штаба АОС. За прошедшие сутки, 30 сентября, в районе проведения операции объединенных сил, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. У Новоташковского вражеские вооруженные формирования дважды. Обстреляли позиции наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм. В районе попастной наемники совершили два обстрела из гранатометов различных систем. Из станковых противотанковых гранатометов различных систем враг ввел огонь в сторону Золотого-4 и Катериновки. Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку крымского оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Павлополя наемники дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В сторону толоковки враг ввел огонь из автоматических станковых, гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов 1. Военнослужащий объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. 1. Огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили врага прекратить огневую активность. По состоянию на 7 часов утра 1 октября, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины контролируют ситуацию в районе. Проведение операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.